Сейчас все критикуют МЮ за плохую игру, но команда 10 матчей подряд не проигрывает, но списывают это на везение. Разве это корректно? Через 5-10 лет будут помнить именно результат. Разве не так? Не хочется снова поднимать эту тему игра против результата, я уже ее много раз раскрывал. Во-первых, нет ничего удивительного в том, что Юнайтед на такой выборке перебирает очков. Во-вторых, скажите сами, вы считаете, что ключевым фактором в этих матчах был Давид Дахей и его невероятная форма? Если не считаете, то я считаю, что вы смотрите просто какие-то другие факторы. Если вы просто предлагаете это игнорировать, если вы считаете, что все с игрой Юнайтед в порядке, но такой хитрый план Радонника, давайте, например, Давид Дахей, он все равно не подведет нас. Ну, считайте. Я просто так считать не могу. Мне кажется, это вещи, которые нужно разделять. И, конечно, еще важный тезис, когда говорят, что на такой дистанции не может фартить. Люди предполагают, что абсолютно каждый из этих матчей был выигран незаслуженно. Но это же не совсем так. Фартить на такой дистанции, на такое количество очков вполне на самом деле может. Может за счет того, что не все эти матчи были по содержанию игры, проигрышными у Юнайтед. Где-то ничья становилась победой, где-то, наоборот, проигрышный матч становился ничей. Где-то действительно Юнайтед был сильнее соперника. И, кстати, тот же вылет из Кубка, когда отминул сбро, но это какая-то жестокая несправедливость. Юнайтед настолько больше создал, что должен был уверенно проходить. Но в любом случае большинство матчей сейчас у Юнайтед слабые. Хорошие матчи, как правило, касаются не какого-то прогресса в игре Юнайтед, а вот, например, как с лицем того, что невероятно комфортные условия они получают. Вот, грубо говоря, футбол на переходных эпизодах, которые ранник так превозносит. Если им дают сценарий, где нужно делать что-то другое, то очень резко возникают проблемы. Плюс, конечно, возникают проблемы непосредственно с оборонительной игрой. Ранник до сих пор мечется. Изначально были попытки договориться с Роналду и попытаться организовать прессинг, как он умеет, поставить такой прессинг. Сейчас что-то среднее между таким полупрессингом и отсутствием прессинга, что приводит к тем же проблемам без мяча, которые были еще непосредственно прислушали. Так что Юнайтед, на мой взгляд, Юнайтед, на мой взгляд, нестабилен. Контекст я попытался вам описать, но еще учитывайте, что матч с Атлетикой в этой серии был первым большим испытанием. Мы про него еще поговорим сегодня подробнее, но, опять же, если вы смотрите игру, я не думаю, что вы остались довольны тем, что увидели. Ну, этот тезис, конечно, будут помнить именно результат, но это просто дешевое клише. Вот кто-то вдолбил вам в голову это клише, и вот люди, которые хотят даже не столько придерживаются этой точки зрения, хотят просто защитить свою команду, постоянно говорят о том, что вот забудется, остается. Но на практике тут важно помнить несколько вещей. Во-первых, эмпирически это не подтверждается. Явные отскоки помнят до сих пор. Помнят сборную Голландии, которая не выиграла чемпионат мира. Даже вот такая историческая перспектива. Помнят Челси 2012 года, который тоже невероятно отскакивал. И менее радикальные примеры, если просто лучше порыться в голове, они тоже всплывут. Почему не помнят? Сейчас у людей есть доступ, они могут посмотреть все эти матчи при желании, если им хочется погрузиться в тему. А если не хочется погрузиться в тему, зачем тогда делать категоричные выводы. Так что, нет, во-первых, игру тоже помнят. И это просто заблуждение. Причем заблуждение крайне непонятное. А во-вторых, не так уж много команд побеждают на дистанции, играя в дерьмовый футбол. То есть, да, прыгнуть на какое-то место еще возможно. На место, на пару позиций выше, чем ты заслужил. Но стать великой командой без этого, ну, честно говоря, трудно. Поэтому исключения и так хорошо запоминаются. Потому что, наоборот, я бы сказал, что игру всегда помнят. Если есть отклонение, если ты выиграл с плохой игрой, то тебя тоже еще как запомнят. Так что, мне кажется, это просто не соответствует действительности.